Тотальная зачистка в Забайкальском. После серии страшных нападений собак на людей и нескольких народных сходов, происходящее в печально знаменитом поселке, похоже на войсковую операцию. С воздуха ситуацию контролируют дрон с тепловизором. На земле действует несколько групп отлова. Они получают сигналы не только с дрона, но и от местных жителей в Вайберчате. В итоге, замесив в Забайкальском, отловили 234 собаки. Во всем городе в 10 раз больше – 2558. Помимо отловщиков, в Улан-Удэ активно работают группы административного контроля. За месяц они проверили более 7,5 тысяч домов и составили более 2 тысяч требований о регистрации домашних собак. За отсутствие регистрации хозяевам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А за фото или видео домашней собаки без хозяина на улице власти обещают горожанам вознаграждение. Глава Бурятии уволил трех министров и одного зампреда. Свои должности покинули зампред по следствиям Алексей Мишенин, министр промышленности и торговли Сергей Желтиков, транспорта Александр Аюшеев и министр по инвестициям Дарья Архенчеева. В ближайшее время будут уволены еще двое их коллег. Главные по природным ресурсам и сельскому хозяйству Алексей Хандархаев и Добаж Алсан Черипов. Массово гулять опасно для здоровья и кошелька. Ковид в Бурятии не отступает. 150 заражений в сутки, 900 больных, 3000 контактных под наблюдением. Каждый день кто-то умирает. Главный санитарный врач призвал жителей Бурятии не расслабляться. Вынужден вновь напомнить нашим гражданам о мерах профилактики. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим. Необходимо проявить особую заботу о старшем поколении и максимально ограничивать контакты со всеми. Особое внимание Сергей Ханхареев обратил на опасность участия в массовых мероприятиях. Это грозит не только заражением, но и штрафом. У нас в республике продолжает действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий. За нарушение данного запрета гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Серьезное наказание грозит и бывшему хоринскому гаишнику с братом депутатом. Они поставили на поток торговлю водительскими удостоверениями. Один искал клиентов, другой оформлял права. За свои услуги брат в свою очередь требовал от граждан вознаграждения в размере от 20 до 140 тысяч рублей. Реквизиты подложенных водительских удостоверений обвиняемый инспектор неправомерно вносил в специальную компьютерную программу госавтоинспекции, где также указывали сведения о якобы успешном прохождении клиентам всех этапов проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Братьев сгубила жадность. В районе резко выросло число новых водителей. На это обратили внимание. В итоге взяли обоих. Среди клиентов криминального братства обнаружили, например, женщину, которая без опыта и навыков вождения села за руль многотонного грузовика. Кяхтинские подростки выставили на продажу своего одноклассника. Решили пошутить. Так объяснили свой поступок полицейским юные работорговцы. В силу возраста делались легко, испугом и профилактической беседой. От героев былых времен не осталось порой имен. Его имя точно останется с нами надолго. Сегодня не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Более 70 ролей в кино, 64 года в театре. Он умер от коронавируса. Ему было 87 лет. Субтитры создавал DimaTorzok